Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о темах выпуска. В Видном состоялся областной форум «Сильное, здоровое, чистое». Расскажем о мероприятиях, прошедших в его рамках. Все, что должно быть переработано, не должно попадать на полигоны. Соответственно, наши отходы, они должны стать доходами. Доходами не только регионов, но и жителей. В Международный день студента в МВД России по Ленинскому району высадился студенческий десант. К примеру, легкая каска используется в экипаже. Золотое перо Москвы и творческая встреча поэтов Видновского края. Млили розы в хрустале, свет под тихий звон струился. 25 января в Видном состоялось большое мероприятие «Региональный форум «Сильное, здоровое, чистое». Началось оно с посещения членами Ленинской районы и Московской областной торгово-промышленных палат, а также представителями колледжа Московья одного из коммерческих предприятий Ленинского района. В рамках визита был проведен круглый стол, где предприниматели обсудили проблемы, с которыми сталкивается бизнес в повседневной работе. На встречу побывала и наша съемочная группа. Сбор группы у здания администрации Ленинского района, несмотря на ранний час, принять участие в мероприятии вызвалось 15 человек. Большинство из них ведет собственный бизнес на территории муниципалитета. Всего несколько минут в пути, и группа приезжает на одно из предприятий Ленинского района, где для делегации устраивают небольшую экскурсию. Сложные фасады, структурные фасады, алюмодельянные окна. Порядка 30 различных систем для строительства, как для частного, так и для коммерческого. Завод по производству алюминиевых конструкций для проведения круглого стола по проблемам бизнеса выбран не случайно. На территории района предприятие существует уже почти четверть века, и его специалисты о том, с чем сталкиваются в своей работе предприниматели, знают не понаслышке. К тому же сотрудники завода открыты для общения. Нам в силу специфики работы приходится общаться с разными людьми. И безусловно, мы, как гостеприимные хозяева, всегда рады видеть и рассказать все, что у нас есть на производстве, провести экскурсию по производству, познакомить со всеми нашими сотрудниками, предложить чашку чая или кофе и провести платформу беседы. Спектр вопросов, которые гости обсудили в ходе круглого стола, был крайне широк. Основные проблемы – взаимоотношения с банковскими и фискальными структурами, проблемы в законодательной базе, дефицит кадров. Мы практически каждого научили рабочего работать на этих станках, то есть с привлечения немецких специалистов, потому что каждое оборудование, оно обязательно требует, в общем-то, что-то изучать. То есть не просто так на нем невозможно работать. Самые горячие споры за столом вызвала система государственных тендеров. Главный ее недостаток, по мнению участников, выбор подрядчика не по соотношению цена-качество, а в подавляющем большинстве исключительно по параметру низкой стоимости работ. Это уже дошедшее до абсурда. Минимизация сроков и цены, она доходит до абсурда. Это становится опасно для жилья. То есть какой-то здравый смысл должен быть уже восторжизовать в этих тендерах. Основной упор предприниматели сделали на локальных вопросах. Среди них отсутствие качественных подъездных путей к промышленным зонам Ленинского района, сложности с новой системой утилизации отходов, взаимоотношения с муниципальными структурами. Многие воспринимают данные мероприятия как мероприятия для галочки. На наш взгляд, именно сегодняшнее мероприятие, которое проводит торгово-промышленная палата совместно с членами общественной палаты Московской области, имеет немножко другой формат. И те проблемы, те вопросы, которые мы обсуждаем, они действительно волнуют предпринимателей нашего района. Проблемы, поднятые в ходе проведения круглого стола, заносятся в протокол и будут озвучены на общественном муниципальном форуме Московской области, который получил название «Сильное, здоровое, чистое». На него предприниматели отправились сразу после беседы. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В рамках форума «Сильное, здоровое, чистое» Ленинский район посетила председатель комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Московской области Елена Гришина. Она побывала на ряде очистных сооружений, в том числе и на Центральной городской канализационной станции. О ходе общественного контроля расскажем в нашем следующем сюжете. Одной из задач форума «Сильное, здоровое, чистое» было своими глазами увидеть, как работает система сбора отходов и канализования. Для этого член Общественной палаты Московской области, курирующая экологические вопросы Елена Гришина, отправилась на канализационно-насосные станции, которые в настоящее время проходят процесс модернизации. Вот от этого места протянуто до нашей городской комиссионной насосной станции в 40 тысяч кубометров, которые нам построили медцы, куда мы сейчас тоже поедем. Два коллектора напорных диаметром 400. Общая протяженность порядка 4 километров 800 метров. Представители региональной общественной палаты рассказали о том, как в дальнейшем будет проходить реконструкция, которая должна завершиться до конца текущего года. Работы немало. На месте шатров в Купеленке появится новая канализационно-насосная станция. Такая же будет построена на месте очистных сооружений на Завидной. На КНС будет строиться второй-третий кварталы этого года. Потом в рамках пусконаладки, и я более чем уверен, что до конца этого года мы полностью запустим этот проект. Елена Гришина посетила все главные звенья будущей единой системы канализования, завершив свою экскурсию на центральный городской КНС. Этот объект разительно отличается от предыдущих. Здесь чисто, отсутствуют неприятные запахи, вся работа компьютеризирована. То есть, если вдруг будет запах, сброс, какой-то химический реагент, вы можете просто перекрыть? Да, все мы можем перекрыть, все отсюда. А у вас таким образом? Загорается что-то? Да, сигнализатор, да, загорается. По мнению Елены Гришиной, такие объекты, как канализационные насосные станции, должны быть в управлении муниципалитета. Проблема с очистными, она существует в Московской области. По программе губернатора сейчас строятся новые объекты. Здесь вот обратила внимание на то, что застройщики поставили ряд объектов, но в данном случае, конечно, это должна быть муниципальной собственностью. Заинтересовала гостью Виднова и то, как в нашем городе проходит переход на раздельный сбор мусора. Елена Алексеевна отметила, что эта задача непростая, но главное, чтобы каждый осознал необходимость разделять отходы, выделяя те, которым можно подарить вторую жизнь. Все, что должно быть переработано, не должно попадать на полигоны. Соответственно, наши отходы, они должны стать доходами. Доходами не только региона, но и доходами жителей. Заместитель главы Ленинского района Александр Усков рассказал, что в муниципалитете ведется большая разъяснительная работа среди населения и первые положительные результаты видны. А также становится понятным, какие моменты требуют корректировки. Татьяна Брылова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Далее участники форума «Сильное, здоровое, чистое» собрались во дворце спорта. Видное о том, как прошла эта часть встречи людей, объединенных одной большой и важной целью – сделать Подмосковье чистым и комфортным, мы расскажем в выпуске новостей в понедельник. А сейчас к другим темам. Новости администрации Ленинского района. В середине января достоянием гласности стал приказ исполняющего обязанности главного врача Видновской районной клинической больницы Филиппа Устинова о реорганизации оказания медицинской помощи в районе. В опубликованном указе говорилось о прекращении деятельности третьей хирургии, которая располагается в Расторгуевской части города. Некоторое время этот вопрос активно обсуждался с жителями района, но вчера в официальном аккаунте главы Ленинского района появилась следующая информация. Никакого закрытия третьего хирургического отделения в Видновской районной клинической больнице не будет. Приказ временно исполняющего обязанности главврача Филиппа Устинова от 10 января отменен. Все подробности данного события мы осветим в репортаже, который вы сможете увидеть в понедельник в вечерних новостях телеканала Видное ТВ. Уже несколько лет накануне Дня студента Министерство внутренних дел России проводит акцию «Студенческий десант» и дает учащимся вузов уникальную возможность изнутри познакомиться с работой сотрудников полиции. На экскурсии в МВД вместе со студентами из Ленинского района побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. В рамках акции «Студенческий десант» учащиеся Московского регионального социально-экономического института, что находится в Видном, были приглашены в управление Министерства внутренних дел по Ленинскому району. Сначала будущие юристы посмотрели фильм о трудовых буднях полицейских, а затем ребятам рассказали обо всех нюансах службы. Для тех, кто хотел бы связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах, была дана информация об учебных учреждениях МВД России. Представитель госавтоинспекции Ирина Чекмарева выразила благодарность студентам за их участие в акциях по пропаганде безопасности дорожного движения и напомнила о важности использования световозвращающих элементов для пешеходов. «Предположим, сумка со световозвращателем, либо это световозвращающие вот такие вот браслетики, да, я могу еще раз, они очень удобны, почему, потому что они защелкиваются на одежде сверху». Также перед собравшимися выступил представитель казачьей народной дружины, которая на территории нашего муниципалитета помогает сотрудникам полиции обеспечивать безопасность населения. «Целью создания дружины является обеспечение общественного правопорядка на территории Ленинского муниципального района, а задачами – контроль за соблюдением общественного правопорядка жителями Ленинского муниципального района». Затем ребята посетили ТИР, где инспектор по вооружению рассказал об использовании боевого оружия и основных средств защиты. «К примеру, легкая каска используется в экипаже. Исключительно защищает от ударов палкой или любыми другими предметами тяжелыми». Стрелять студентам не позволили, но подержать в руках пистолет Макарова смогли все желающие. От сотрудников дежурной части учащиеся узнали о системе видеонаблюдения «Безопасный город». Также ребятам объяснили, как происходит регистрация обращений граждан. «Мы распределяем уже по экипажам, определяем, что за сообщение поступило и кого необходимо направить. Все зависит от того сообщения, которое поступило. То есть о преступлении или о помощи, или человек просто хочет проконсультироваться в той или иной ситуации». В завершении экскурсии студенты смогли увидеть изолятор временного содержания, где находятся подозреваемые в преступлениях. Может быть, теперь, ближе познакомившись с профессией, кто-то из молодых людей выберет на будущее работу в полиции. «Она тяжелая эмоционально и в моральном плане. И не каждому человеку это будет, скажем так, дано». «Узнал про казачье общество. Был интересный фильм про сотрудников полиции. И также в будущем планирую стать сотрудником оперативного отдела». А в настоящий момент ребята принимают поздравления с Днем российского студенчества. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Татьянин день, который традиционно отмечается 25 января, особенно приятный для обладательниц этого древнегреческого или, по некоторым данным, древнеримского имени. Ведь это прекрасный повод для всех Танечек и Танюш услышать в свой адрес много приятных слов. В праздничную дату наш корреспондент Екатерина Коваленко отправилась в бассейн «Дельфин» на развилку, чтобы одной из первых поздравить тренера по плаванию Татьяну Захарову. Только вперед – таков жизненный девиз тренера по плаванию Татьяны Захаровой. Уже более 12 лет она работает в бассейне «Дельфин» и за эти годы не сосчитать тех, кто с ее легкой руки и просто научился плавать, но и достиг отличных результатов. Сейчас под крылом Татьяны Юрьевны более 100 учеников, среди которых немало детей с особенностями развития и суровыми медицинскими диагнозами. Именно реабилитация – главный конек тренера Захаровой. И этот осознанный выбор она сделала еще в юности. Случилось несчастье у меня такое в семье, что человек заболел и приходилось много информации получать именно в реабилитации. И я очень много ездила и видела таких людей, и мне хотелось им помочь. Процесс реабилитации очень трудоемкий и к тому же требует деликатного подхода. Но наблюдать за теми, кто еще вчера боялся просто посмотреть на воду, а сегодня преодолевает бассейн за бассейном – особое удовольствие. Именно успехи юных пловцов мотивируют Татьяну Захарову изо дня в день и настраивают на дальнейшие победы. А благодарные глаза, радостные улыбки и счастливые лица учеников – еще один вдохновляющий бонус в ее работе. Для меня лучшая награда, когда ребенок улыбается, когда у него получается, и он выходит в занятие и говорит, Татьяна Юрьевна, спасибо вам, что вы меня научили, вот этому упражнению, у меня получилось оно. Жизнерадостная, улыбчивая, всегда в отличном настроении Татьяна Юрьевна оставляет все житейские трудности вне стен бассейна. И тренер прекрасно понимает, что является для воспитанников премьером. Будет оптимистична она, и ученики настроятся на нужный лад. Вот и 16-летний Игорь Поляков отвечает взаимностью своему тренеру. Молодой человек старается не пропускать ни одного занятия, ведь на тренировках он находит отдушину. Человек, она очень хорошая, и не только как человек, но и как тренер. Любой, кто сюда приходит, неважно, как здоров ты, или у тебя какие-то проблемы со здоровьем, но ты можешь быть уверен, что с такими тренерами ты, безусловно, научишься плавать и приведешь себя в физическую форму. С Татьяной Юрьевной очень легко работать. Легко плавается по чутким руководствам Татьяны Захаровой и маленькой Варе Яковлевой, которая перед погружением в воду отбрасывает костыли и забывает о них на все время занятия. По словам девочки, тренер для нее почти как вторая мама. Она очень добрая и очень хорошо умеет нас учить. Это самый лучший тренер. Когда я вырасту, я хочу стать тренером, как Татьяна Юрьевна. Пользуется уважением Татьяна Юрьевна и в преподавательском составе. Коллеги тепло отзываются об этом человеке с большим сердцем. Все дети очень ее любят, обожают, показывают хороший результат. В работе с ней работать легко. Она все время окажет поддержку детям, мне как коллеге. Свою работу она любит и выполняет ее добросовестно и вполне справляется с ней. И значит, Татьяну Захарову можно без преувеличения назвать счастливым человеком, который всей душой отдается своему благородному делу. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видно-ТВ. Очередное заседание литературного объединения имени Филиппа Шкулева состоялось в Центральной районной библиотеке. Поэты презентовали 23-й выпуск альманаха «Золотое перо Московии». А также познакомились с членами развилковского литобъединения «Рифма плюс», которое является отделением ЛИТО имени Шкулева. Обо всем подробно расскажет наш корреспондент Анастасия Воронина. Литературное объединение имени Филиппа Шкулева, возникшее в 1955 году, одно из самых старейших в Московской области. Поэты и прозаики из года в год встречаются на традиционном заседании, на котором они делятся своими успехами и достижениями, узнают друг от друга что-то новое. Люди не очень подготовленные в плане филологическом, литературном, что такое ямбы, что такое хореи, что такое жанр, что такое сюжет и так далее. Это люди, которые начали писать стихи или прозу, потому что потребовала их душа. И вот помочь им овладеть профессиональным мастерством, прозаика или поэта, это тоже входит в задачи наших заседаний. В этот раз литераторы презентовали 23-й выпуск «Альманаха. Золотое перо» Московии. Каждый прочитал свое опубликованное стихотворение. Мы лели розы в хрустале, свет под тихий звон струился, вечер был или приснился, два бокала на столе. Наталья Власова 15 лет назад стала членом литературного объединения «Шкулева». На протяжении многих лет она – врач по образованию, совершенствовала свой поэтический талант. В итоге не раз побеждала в многочисленных поэтических конкурсах. Прежде всего, это высокие требования к самой себе. Нужно понимать, что ты несовершенен и стремиться ошлифовать свое слово, свои образы. Безусловно, это не обходится без определенных умственных усилий. Но основа, на которой у меня лично возникают стихи, это, конечно, мои эмоции, мои переживания. Хорошие или, наоборот, тяжелые. Заседание получилось очень душевным. Было прочитано и прослушано много красивых стихотворений. А также члены литературного объединения имени «Шкулева» познакомились с развилковским отделением своей организации «Рифма плюс», которая образовалась совсем недавно. Общий язык они нашли очень просто. Ведь все, независимо от их профессий и образа жизни, любят поэзию. Мы спокойно улыбнемся страхом, может, сотням, да, или более того. Мы мудры. И нам ли охать-ахать? Ведь живем, чтобы побеждать. А по окончанию заседания шкулевцам вручили почетные грамоты за внесение большого вклада в организацию литературной жизни Ленинского района. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И в конце выпуска о погоде. В ночь на субботу антициклон сохранит свое влияние на столичный регион. И при малооблачном небе воздух остынет до 20 градусов мороза. А уже днем характер погоды начнет меняться. Причиной тому станут сразу два циклона – южный и атлантический. Первый из них заявит о себе теплым атмосферным фронтом, приближающимся с юга. Начнется снег, местами он будет сильным, а порывистый юго-восточный ветер поднимет метель. Морозы начнут ослабевать. И на этом все. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова